Аккорбин! Это ты? О, Господи! Я тебя звал! Я звал... ФРАДСПЕЙС! Остальное нашей команды мы пробирались, пробирались через эти заснеженные пустыни и всё-таки наткнулись на видео сообщение, в котором Элли нам говорит, что они живы и отправляются дальше, и она оставляет нам след из ФАЕРа. Ох, ничего себе! Вот это было неожиданно. Начинается какой-то Лос-Пленнет прямо. Так, Элли не выходит на связь. Здесь, видимо, просто кошмарные условия для того, чтобы с кем-нибудь связаться. Мы продолжаем идти по ФАЕРам и должны-должны скоро найти её. Возможно, она здесь. А может, это просто дополнительная миссия? Посмотрим. Здесь хотя бы можно согреться. Текстовое сообщение, давайте почитаем. Сначала сообщение, текстограмма. Саймон Вебер. Эй, сержант, я заметил длиннющий состав. М-Ю-90 двигается в вашу сторону. Что там? Провиант? Сержант Джордж Кокрайн. Это не еда. Части буру ушли за горный хребет к месту раскопок один. Парни из команды проходчиков нашли подо льдом что-то крайне интересное. Саймон Вебер. Что-то интересное, чем утолить моё голодное брюхо? Что-то интереснее, чем утолить моё голодное брюхо? Сержант Джордж Кокрайн. В общем, ты в курсе, что за все эти годы освоения космоса мы так и не встретили жизнь на других планетах, так? Саймон Вебер. Ага, только камни и газ, сержант Джордж Кокрайн. Так вот, на этой планете она есть. Точно говорю. Но страшная, как смертный грех. Конец сообщения. Да, действительно. Страшнющая, как смертный грех. У нас уже полностью забит инвентарь. Какое-то интересное сообщение нам оставили предшественники со станции Алоха. Алоха. Помните, парни колонии рассчитывают на вас. Фотки тут, видимо, какие-то из дома, родных и близких. И паренек, оставшийся один. Да, не хватает нам места в инвентаре, поэтому эту обойму оставим здесь. И отправляемся дальше по пути из фаеров. Куда же, куда же они нас приведут? Еще немножко... Подожди, 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 Саймон. Айзек. Рано еще лезть наверх. Вот, теперь можно. Чувствую, тот монстр нас не оставит в покое. Будет за нами гоняться, пока мы его как-нибудь не прикончим. Ох, и любят же они бессмертных делать. Каких-то огромных. Ох, совсем тут пурга усилилась. Давайте спрячемся. А вот и станция Алоха. Посмотрим. Жив ли там кто-то еще? А может даже встретим кого? Конечно, жив никто не может быть, а вот встретить сможем. Ха! Смотрите, видимо, ребята готовились к Новому году. Боло-боло-стрел. Интересно. Это что-то интересное. Посмотрим, когда доберемся до станка. Давайте запустим генератор. Да, я так и знал. Так и знал, что он не оставит нас в покое. Так, что у нас есть на станции? После запуска генератора. Ничего особенного. Милый, милый, тихий уголок. Похоже, это Элли. Но нас по-прежнему не слышит, конечно же. Давайте подойдем к станку. Вы видели, что бот уже здесь. Распакуем его. И пустим заново. Мы получили сейсмоанализатор. Новую цепь, которую взяли в самом начале. Еще в предыдущей части. Отгрузка завершена. Бот готов к отправке. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Слоты улучшения. Так, модификация. Нет, нижний блок меня мало интересует. У нас есть много вольфрама. Может быть, что-то удастся... Что-то удастся... Сделать. Что-то скрафтить, может быть, получится. Нет, пока что я тут ничего не вижу. Все еще нам... Все, все недоступно. Так, болострел. Вот что мы получили. Мы получили рецепт болострела. Спаренная установка для стрельбы шарами боло. Оружие предлагает множество вариантов тактических решений. Автоматически перезаряжается после того, как обойма... Видимо, была израсходована. Что-то недописано. Но он требует 150 вольфрама. Что является... Да, это много. Это действительно много. Но у нас нет ни полупроводников, ничего подобного. Давайте посмотрим, как мы сможем, может быть, улучшить... Улучшить нашу... Нашу пушку. Можно поставить стрелковое оружие. Давайте уберем нижний блок. Выберем новый. Стрелковое оружие или сейсмонализатор. Сейсмический датчик, который использует детонирующие заряды. Ну, урон у него приличный, как мы видим. Но скорострельность просто ужасная. Стрелковое оружие. Стандартное оружие, используемое КССК. Гидравлическое. Ну, все-таки неинтересно попробовать сейсмонализатор. Видимо, как гранатомет. Получится как подствольный гранатомет. Так, и посмотрим, какой вариатор можно поставить. Можно поставить стандартный. Или создать новый компрессор. Троидальный дифрактор. Производит зажигательные гранаты. Ну, да, да. Но на все это, конечно, нужно кучу-кучу... Кучу ресурсов. Урон, перезарядка, темп стрельбы, урон, урон обойма. Я ставлю урон обойма. И выберу еще перезарядка. Да нет, перезарядка. Темп стрельбы. Темп стрельбы я хочу оставить немножко попозже. Урон минус перезарядка. Давайте поставим. Действительно. Что нам стоит перезарядочку-то немножечко убавить? Все равно это гранатомет у нас. Итак, посмотрим, что у нас есть у первого оружия. Давайте, может быть, что-нибудь в модификациях подберем. Я не хочу пока тратить вольфрам на новые... На новые ячейки. Но, может быть, придется. Ладно, пока не буду, пока поберегу. Возможно, что-то нам лучшее в рецепте откроется. Или мы найдем склад ресурсов. Давайте пустим бота. Сюда. А, по-моему, не важно, куда его пускать. Он везде поползает, пособирает чего-нибудь. И все. И отправляемся дальше. Снова на холод. Ну, теперь нас уже снаружи поджидает этот. А может, и не поджидает. Конечно, он будет на нас напрыгивать, наскакивать. Как же еще? Не может же он просто нас схавать? Напоминает ситуацию из первой части Динокризиса. Олдфаги вспомнят. Мы находим цепь модернизации. Плюс два урона, минус темп стрельбы. О, два урона. Это неплохо. Опять же, для гранатомета весьма неплохо. Так. У нас тут что-то происходит. Да. Покоцал монстр эту трубу. Ну, в общем, нам-то он никак не повредил. Давайте поищем фаеры, где они здесь могут быть. Наверное, дальше. Наверное, где-то дальше. У нас немножко подзамерзшие некры. Давай, отстреливай их. Темп стрельбы, конечно, я вам скажу. Совсем уж низкий. А ребята эти злые. Совсем злые. Заметьте, сколько я на них снарядов потратил. Очень много. А температура между тем у нас падает совсем. Может упасть до критической нормы. Так, нам нужно скорее найти где-то тепло. Огня у нас больше нет. Попробуем открыть дверь. Дверь у нас закрыта. И, видимо, единственный путь это наверх сейчас залезть для нас. Наверное, там должно быть какое-то укрытие. Я надеюсь на это. Очень сильно. Так, пока что ничего. Нет здесь, к сожалению, ничего. Кроме артефакта. Больше ничего. Давайте скорее, пока Айзек не покрылся льдом. Окончательно. Слушайте, а по-моему, он и правда покрывается льдом со временем, если я не ошибаюсь. Созрение меня не обманывает. И да, мы доходим до нового... До нового... Убежища, так сказать. Да... Скорее, перезаряжайся. Скорее, 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 скорее. Этого убили. И этого сейчас добьем. Отлично. И, в принципе, мы спокойненько успеваем зайти внутрь. А я думал-то, 37 у нас постоянно держится температура. Все в порядке, не о чем беспокоиться. А вон оно как. Здесь температура стабилизируется, но все еще холодно. Давайте прочитаем текстовое сообщение, прежде чем согреться. Начало сообщения. Сэмюэль Аккерман. Не знаю, парни, может вы и догадались оставить что-нибудь на сковороде в RS9. Ну, у нас с шаром покатись. Сержант Джордж Кокрайн. Принято рядовое. Мне тут еще и целый взвод кормить, а провизии в обрез. Сэмюэль Аккерман. Что насчет склада? Должна же там быть провизия. Ну же, подкиньте ключик голодному солдату. Джордж Кокрайн. Прости, Аккерман. Распределение провизии занимается Ламли. Уверен, он пришлет продукты с первой же возможности. А пока затяни пояс потуже, как и мы все. Да, тяжело... Тяжеловато. Тяжеловато было. Удивительно, смотрите. Подождите, это второй бот. Второй бот. То есть мы можем запускать несколько ботов. Вот это да, ребят. Вот это да. Ну что же, время согреться нам. И что для поднятия нашего настроения? Может, музычка какая-то будет? Нет? Нет, не было никакой музычки. Зато посмотрите, какой шикарный колорифер тут у нас есть. Мы согрелись. Мы в тепле. И отправляемся дальше. Дальше в злую, злую ледяную пустыню. Не так много у нас есть времени, чтобы добраться до следующего. Хотя можно, в принципе, мы сейчас отбились. Можно вернуться назад. И немножко согреться. Что, собственно, я сейчас и сделаю. Давайте немножко согреемся. И пойдемте назад. Я надеюсь, они новенькие не вылезут. Что-то подобрали, я не заметил. Нет времени. Надо бежать. И искать фаеры. Да, мы нашли еще один фаер. Отлично. Но как бы нам не потеряться в этой пустыне. Действительно, очень здесь опасно. И, кажется, кто-то к нам приближается, да? Кажется, кто-то к нам приближается. И это не просто кто-то, а злодей. Ха. Интересный способ появления из-под земли. Они нам показали. Но зато будем знать. На будущее. К чему не приближаться. Эх ты, ох. Видали, как он шикарно перепрыгнул? Через нашу цепь электрическую. Красавец, да. Я бы тоже не отказался так прыгнуть. Здесь немножко светло. Но надо идти дальше. Надо идти дальше. Еще один фаер мы находим. Я думаю, стоит... Ага. Я что-то не понял. Да, давайте сюда зайдем. Видимо, они здесь были. И потом пойдем уже дальше. Еще немножко прикоснемся к прошлому. Видимо, вся игра у нас будет построена на этом. Маккл. Исаак. Смотри, как я буду. Где все? Они пошли за учебку на рейс. Мы нашли сногсотки. Но там не было достаточно. Мы нашли Бакл, он замерзает. Он умер. Глава 9. Вперед, транзитная станция. Похоже, Бакл умер. Какой кошмар. Мы даже не смогли его спасти. Ну что это такое? Какой ужас, а. Мы даже не смогли его спасти. Нам даже возможности не дали. Эх, просто супер, спасибо, блин. Любят они вот таких вот неосновных персонажей просто сплавлять куда подальше. Да и пофиг. Пусть помрет, да? Причем ни с того ни с сего. Почему они его с собой не взяли? Модуль обнаружения мин. Неплохо. Сейчас разоружимся на станке. Почему они не завели генератор? Почему они все это не сделали? Почему они его просто бросили? Да все, наверное, этот гавнюк Элли спровоцировал так сделать. Так, посмотрим наше меню. Может что-то стоит сложить нам в банк. Ух, сколько у нас обоим. Сколько у нас стазисных этих. До фига. Да. Обоим у нас много, а монстров мало. Еще одна обойма нам не нужна. Давайте возьмем модуль обнаружения мин. Положим его в станок. Чтобы не занимал нам инвентарь. И посмотрим его. Наверное, это... Это модификатор, что ли? Нет, нет, это не модификатор. Это... Сейчас посмотрим. Вроде не чертеж даже. Базовый, силовой. Нет, здесь я его не вижу. Я думаю, это просто... Просто блок. Ну-ка, стрелковый излучатель. Создать новый блок. Пневматическая горелка у нас появилась. Пилорез. Инструмент короткого радиуса действия с навесным лезвием. Ха. Но урон у них у всех, конечно, ужасный. Модуль обнаружения мин. Видимо, видимо, его нужно ставить в насадки. Общий медик. Создать новые насадки. Лишний патрон. Подзарядка. Взрывная мощь. Лечит радиус поражения. Ну, что-то я тут не вижу, на самом деле. Так, ладно. Ничего особенного. Ничего интересного я не увидел. А самое главное, что новое оружие мы скрафтить не можем. Бот ждет на станке. Отлично. Опять мы возвращаемся к станку. Сейчас разрядим бота. И запустим его опять снова. Потому что единственный способ нам искать какие-то ресурсы только ботами. Так, сейчас выберем его. Все. Давай, ищи. Такс. Ну и, похоже, это какая-то головоломочка такая небольшая, да? Ага. Понятно. Там не хватает шестеренок. Нам нужно сходить и поставить. Давайте. А может отсюда можно было пульнуть? Нет, видимо отсюда нельзя было пульнуть. Потому что нам показывают огромного монстра. Который навис над нами. Показывают его, видимо, не зря. Эй, куда она улетела? Хе-хе. Все, наконец-то. Так, давайте запускать. Вот дождался бы Бакл. Мы бы запустили. Сейчас здесь тепло бы стало. Что за фигня? Никогда не получается. Все как хочется. А, все уже. Все уже запущено, да? Генератор работает. Ладно, хорошо. Давайте отправляться дальше. Куда нас ведет наша задача? Где наша кнопочка? Задача нас. А куда она нас ведет? Неужели здесь? Прямо здесь. А, ну да. Нам нужно отправляться на лифте вниз. Потому что Бакл сказал, что они не проверили, что там внизу. Ну, естественно, там внизу будут какие-то коварные злодеи поджидать нас. Мы с ними разберемся быстро. Да, нельзя было есть зараженную плоть. Но, видимо, видимо, ребята здесь совсем помирали без еды. Жалко. Бросили их здесь. Ух ты! Вы посмотрите! Вы поглядите! Вы поглядите! Это они здесь! До сих пор! Сидят! Бессмертные какие-то получаются они. Какие-то голубы прямо. Да, скрешного, конечно, мало. Ох, ё-моё. А это что за тела? Кто их сюда подвесил? Непонятно. Я так чувствую, как бы они вылезать не начали отсюда. Ещё одна обойма. Да, хватит нам обоим. Давайте двигаться, искать их. Сейчас точно напоримся. Опа, холодильничек приоткрылся. Вон они, посмотрите. Вон они все. Нет, вы только поглядите. Они на нас внимания не обращают. Видимо, пока мы на них не посвятили, они ведут себя спокойно. Ну что же, давайте. Давайте, давайте их отстреливать. Да, свет фонарика приводит их в дикую ярость. Так, мне неинтересно, что меня бот ждёт на станке, пока меня жрут эти заражённые чуваки. Ох. Ну что, отбились. Слабые они, конечно. Но выглядели страшно. Что и сказать. И что же они тут жрали? Не пойми, чего они тут жрали, на самом деле. Какие-то уже совсем остатки. Какую-то ерунду. Но, конечно, когда впереди монстры и не видят, такое прямо ощущение. Опасность, опасность. Прямо сейчас всё равно придётся их атаковать. Можно было, кстати, гранату туда кинуть. И всё. Они были бы все готовы. Давайте послушаем сообщение. Аккерман. Три дня я был спокойным. Слышу в тюрьме. Мне нужно идти на радио, звонить за помощь. Я думаю, что может быть возможность вокруг них. Снимать маленькие объекты. Я могу... Я могу... Я могу их трикнуть. Возвращать звук. Аккерман! Это ты? О, Господи. Я слышу тебя! Я слышу... О, Боже мой. Во что они превратились? Какой-то ужас. Ну, как я уже сказал. Вся игра у нас будет основана на... Так сказать... Прикосновении к прошлому. Ох, ёлки-палки. Давайте их скорее, скорее... Загасим. Скорее, давай-давай-давай-давай. Ох. Мне бы перезарядку побыстрей. Давай же, давай-давай. Ох. Время от него отбиться. Он со всех сторон. Ёлки-палки. Отойди, отойди. Фух. Отойди от головы. От головы отойди. Фух. Нет, вы посмотрите, сколько их. Фух. Отбились. Ну, другого я и не ожидал. Зато... Нет, их было очень много. Их было просто... Дофига. Сколько с них ресурсов, зато выпало. Да. Давайте перезарядим наше оружие. Тогда я не успел. Цепь модернизации. Места нет. Ну, всё, сейчас место появится, ещё как. Так, давайте используем маленькую аптечку. Отлично. Подосвободили немножечко, ещё немножко металлолома. Ху, да, сколько же здесь. Вся команда. Почему они все жрали? Неужели только один парень догадался не есть эту дрянь? Ужасно. Ужасно всё это. Ох. Карантин. Вы посмотрите, здесь всё металлическими прутами закрыто. Сколько же там их? Сколько же их там? Ё-моё. Кажется, он прятался здесь. И здесь и остался артефакт КССК. Давайте прочитаем, что о нём пишут. Выдержка из памятки легионера КССК. Выживание при низких температурах. Погидая помещение, в обязательном порядке надевай арктический костюм. Не за 80 от того, сколько времени проводите снаружи. Запрещено использовать костюм с изношенными швами, разрывами или с отсутствием замка шлема. Ну да. При обнаружении дефектов немедленно сдать обмундирование на склад. Наличие даже небольшого отверстия приведёт к попаданию холодного воздуха внутрь и последующей смерти менее чем через минуту. Как же мы живём до сих пор. Использование санитарной системы трубок строго обязательно в случае вынужденного длительного пребывания снаружи. Физиологические жидкости тела приведут к потере изоляционных свойств костюма. Санитарные трубки стерилизуются после каждого использования и совершенно безопасно. Не допускайте образования льда на замках костюма. Не топайте ногами, чтобы встряхнуть снег с ботинок. Вибрации могут привести к повреждению санитарной системы. Что это за костюмы такие хрупкие? Ещё раз, как я уже показал, посмотрите, на стене всё-всё исчёркано. Всё исчёркано. И написано Роузи. Наверное, его любимая. Сколько он здесь дней провёл и где он теперь? Где он погиб? Потому что жив он остаться никак не мог. Это точно. Куда же мы попали? Посмотрим. Дженни. Странные надписи. Видимо, здесь он и сидел. И да, видите, прожекторы направлены. Видимо, чтобы эти не могли забраться сюда. Здесь у нас какие-то головоломки, которые нам надо решить. Ну, давайте, как всегда. Так. Куда нам нужно провести электричество? Я пока не пойму просто. Ага. Так. Вернём это сюда. А это сюда. А, нет, нет. Так не получится, смотрите-ка. Давайте тогда вот это повернём так. Это вот так. Это вот так. Да, вот так получится у нас. Просто, видимо, все соединить и всё. Ага, отлично. Цепь замкнута. Ух ты, вы посмотрите. Это он. Это он такую сделал систему. Систему прохода. Видимо, я не знаю. С шипами. Ох, ё. Фу, я успел. Она бы меня сейчас убила. Так, мы прошли. Фу. Стазисом промазал. Я думал, здесь без стазиса не пройти. Ну да, вот здесь стазис-модуль. Конечно, он нам поможет. Но, видимо, он нужен нам только на последних, так сказать. Давайте пробежим по-быстрому и всё. Да, Роузи. Опять надпись мы видим. Роузи и Дженни. Наверное, дочка и жена этого парня. Как здесь всё время мне вот это нравится. Прикосновение к прошлому. Прикосновение к истории. Ну что ж, дорогие друзья. Я смотрю, что время серии у нас затянулось. Историю этого парня мы узнаем в следующей части, я надеюсь. И всё-таки, может, подлатаем как-то костюм. Или найдём арктический, о котором мы читали. На этом у меня всё. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok